Подарится смех. Здравствуйте, наши дорогие читатели, почитатели, зрители канала Континент ТВ. Сегодня 17 июля, и мы, как всегда, Лена Пригова, Никс Хок и я, Игорь Туфель, встречаемся в нашей еженедельной программе «На троих». Заранее благодарим вас за ваши комментарии, лайки, поддержку нашего канала и, конечно же, за подписку. Нажимайте колокольчик. Новостей очень много, причём неожиданных, так что приготовьтесь, дослушайте нашу передачу до самого конца. Лена. Здравствуйте, господа, здравствуйте, мои родные коллеги. У меня такое ощущение, что мы должны теперь ночевать вот здесь, находиться в студии в нашей виртуальной 24 часа в сутки, потому что калейдоскоп новостей настолько быстро меняется. Мы будем, естественно, говорить сегодня о том, что происходит на съезде республиканской партии, о тех людях, которые его посещают, о тех идеях, которые они произносят. Но перед тем, как мы начнём, последняя новость. Дональд Трамп будет присутствовать на похоронах убитого корья к импературе. Он сказал, что он обязательно должен там быть. Это говорит о его позиции, о его бесстрашии, потому что после того, что подряд всё время идут нападения на него, покушения на него, он всё равно поедет почтить память человека, который поддерживал его. Семья Кори Комператора отказалась принять соболезнования от президента Байдена. Они объяснили, почему они это делают. И это тоже поступок, который говорит больше любых слов. И только что стало известно, что родители человека, вот этого мальчика, убийцы, недоубийцы Трампа, я его называю, и убийцы Комператора, оказывается, вызывали полицию за несколько часов, и звонили в полицию за несколько часов до покушения. Вот вы понимаете, когда родители Томаса Нетти Круса связались с правоохранительными органами в субботу за несколько часов до того, как он, собственно, открыл огонь по бывшему президенту на предвеборном митинге в Пенсильвании, они были обеспокоены его состоянием. То есть родители подавали тревожные какие-то сигналы. Все было проигнорировано. Абсолютно все. И оно было проигнорировано не просто так, и это не теория заговоров. Это все было заранее предусмотрено. Игнорирование любых сигналов. Понимание, что там есть. Понимание того, что снайперы находились рядом с крышей. И все прекрасно знали, что там что-то происходит, и не реагировали. И мадам, отвечающая за национальную безопасность, сказала, что она никуда не уйдет. Мне кажется, ее надо под суд отдать, под трибунал. К сожалению, у нас такое пока невозможно. Но это то состояние, в котором пребывает американское общество. Разделенное, радующиеся смерти одних. Сожалеющие о том, что недострелили Трампа. Мы находимся в состоянии безумия. И вот это безумие должно быть прекращено. Потому что любому обезумевшему нужно, прежде всего, успокоить его. Как сумасшедших приводят в порядок? Истерику как приводят в порядок? Нужен сильный удар. Я ожидаю этого удара от республиканцев. Я все еще надеюсь. Ну, у нас сегодня была информация о том, что Department of Homeland Security, ну или как его можно назвать, Департамент внутренней безопасности, наверное, самое правильное название, или Министерство внутренней безопасности объявили, что начинают расследование в отношении главы секретной службы. И вообще их действий, потому что слишком много появилось действительно каких-то вопиющих просто информации какой-то, когда складывается ощущение, что они просто там вдоль были всей этой истории. Потому что они настолько непрофессионально действовали все время, оставили просто вот, ну, крышу, да, потом появилась информация. Я пока не знаю, кстати говоря, насколько она подтверждена, нет. Но в сети, конечно, гуляет вот это свидетельство самого этого, значит, спецназовца, который там сидел на крыше, держал в прицеле этого парня, стрелка, и получал, говорит, что вот я не стрелял, потому что у меня был четкий приказ не открывать огонь, вплоть до того, как он начал стрелять. Мне не дали его ликвидировать, хотя я мог это сделать. Я не знаю, действительно ли это этот человек или это чья-то инсинуация какая-то, может быть, вы уже знаете лучше меня, но, по крайней мере, вот все это, когда собирается вместе, и ты смотришь, ты думаешь, ну, что-то здесь какая-то, ну, ерунда. Мы же знаем, как они обычно работают, мы понимаем, как они умеют работать, когда они хотят. И здесь явно, ну, либо совсем все стало плохо в секрет-сервис у нас, или там действительно понабирали по объявлению, ну, как обычно называют, да, не пойми кого, по диверсити программе, там просто каждый тварь и попарь, или просто они действительно не хотели очень сильно, не хотели остановить это преступление. Вот тут только два варианта. Есть нелегалы там, вот в чем вопрос тоже в секрет-сервис. Потому что в Чикаго известно, что губернатор сказал, что он будет набирать в полицию представителей, которых, собственно говоря, нет даже документов никаких. Ну, видимо, документы оформят, это вообще, как говорил Остап Бендер в свое время при развитии современного печатного дела на Западе. Это сущая ерунда. Так что, действительно, для губернатора, который принимает на работу в полицию нелегалов, это действительно сущая ерунда. Но вернемся к событиям, трагическим событиям в субботу, которые произошли. И Микс, ты сказал о том, что Министерство внутренней безопасности начинает расследование. Но оно может начинать, мы же знаем, кто руководит этим министерством. Так что там это все может затянуться на долгие лета. На безрыбье и рак рыба. Хотя бы они не стали говорить, что все в порядке и все было правильно. Ну, послушали, они не могут этого сказать. Выступил Алехандр в Майорке с заявлением и так далее. Но, с другой стороны, сенатор Грасли, республиканец, уже такой пожилой, с сединами ветеран, можно сказать, республиканского движения, заявил, что он начинает расследование против Secret Service. Это гораздо более серьезное и, по крайней мере, более последовательное и реальное заявление. То есть, кроме всего прочего, в понедельник, если не ошибаюсь, в юридической комиссии будут также проведены слушания. По этому делу вызваны руководители Secret Service. Но там есть много всяких других вещей, нюансов, так сказать. Потому что все, как мы знаем, в соответствии с заявлением бывшего руководителя Гарвардского университета, все же зависит от контекста. Поэтому здесь, естественно, стоит упомянуть о том, что руководство Secret Service запретило агентам, охраняющим президентам, подняться на эту крышу, потому что, по их заявлению, она находилась под углом в 40 градусов. С другой стороны, на крыше, которая находилась под гораздо более острым углом, находились агенты, я уже не знаю, кто они, Secret Service, снайперы или ФБР, которые тоже принимали участие, или полиция местная, которая тоже должна была участвовать в охране президента. Это всегда скоординированные вещи. И они находились на крыше, которая, по-моему, 30 или, может быть, даже 25 градусов под таким уклоном, более острым. Вернее, нет, наоборот, 50 градусов, я думаю, да, это было больше, чем 40. Так или иначе, а агенты, опять же, непонятно кого, то ли Secret Service, то ли ФБР, по разным сообщениям, там фигурируют разные агенты. Три человека, по крайней мере, находились внутри этого здания. Интересно, что они там делают внутри здания, как можно охранять внутри здания, если президент выступает на улице, внутри здания. Там, собственно говоря, по-моему, даже и окон нет. А если есть, то, по крайней мере... Можно не допустить проникновения внутри, что, например, изнутри. При проникновении, если кто-то там вдруг решил отметить выступление, прихватив с собой бутылочку спиртного, то, естественно, на улице нельзя, запрещено, сразу бы арестовали. А вот человек на крыше с ружьем – это все нормально. Причем сегодня... Или еще одну вещь довольно интересную, но это как подробность просто мелкая. Что раньше говорили о том, что он забрался на крышу с помощью лестницы, которую он приобрел за несколько дней до покушения. А сегодня этот факт был опровержен тем, что он, оказывается, забрался, используя кондиционер. Там стоял довольно высокий кондиционер, который охлаждал все это здание. И он залез на него, и после него скарабкался на крышу, что на самом деле, судя по фотографиям, сделать не так сложно. Лена. Я хочу прежде всего предупредить, Игорь, у тебя все время заверсает видео. Постоянно. Ты говоришь одну фразу, дальше эта фраза стоит на стоп-кадре. Я хочу просто извиниться и объяснить нашим зрителям... У тебя тоже, кстати. Да, просто я хочу объяснить нашим зрителям, что мы находимся сейчас в таком состоянии, когда у нас и электричество, и связь прерываются из определенных условий, перегрузок. Поэтому вы уже не обессудьте, мы будем продолжать работать в том режиме, в котором мы можем работать. И напишите комментарии гневные. Это не зависит от нас. Это зависит от наших, к сожалению, сетей, и наших провайдеров. И тут не все у нас в порядке. Поэтому простите, пожалуйста, будем разговаривать как мы можем. Игорь, я надеюсь, я не обидела тебя. Ты обидела только электрическую компанию. Ну, хочется обидеть не только электрическую компанию, за то, как они работают в наших прогрессивных штатах, где у нас все замечательно. Хорошо, давайте будем обсуждать, наверное... А, да, еще есть одна очень интересная такая пикантная подробность. Адам Шиф выступил за то, чтобы президент Байден снял свою кандидатуру с предвыборной гонки. Если уже такие, проходим же, как Адам Шиф, с такими носами пинокки длинными, предлагает Байдену уйти, то тогда, я не знаю, у этой партии нет, по-моему, никакой перспективы. А тут надо еще понимать, что Адам Шиф – это старое политическое животное. Адам Шиф ничего такого просто так предлагать не будет, и в публичную конфронтацию он не пойдет. Если он это предложил, значит, это уже вопрос решенный, я так думаю. Ну, конечно, решен, когда Пелоси решала, Лимптона решали, и Обама решала. Обама решала. Если мы уже упомянули Шиф, а я тут должен просто добавить очень важную новость, но, во-первых, мы все знаем, что мы говорим Шиф, подразумеваем Сорос, мы говорим Сорос, подразумеваем Шиф, как в свое время говорил Маяковский в отношении другого политического лидера и другой организации. Но самое интересное в том, что после того, как Шиф сделал заявление, это сегодня, кстати говоря, где-то часов в 11 утра по Нью-Йоркскому времени, буквально через час, или даже, нет, больше, через часа два с половиной, ну, неважно, последовало заявление другого рода, от президента Байдена, который заявил, сделал совершенно неожиданное заявление. Я готов снять свою кандидатуру, если обнаружатся какие-то медицинские показания на эту тему. То есть, я не знаю, связывать это с заявлением Шифа, я думаю, что это вполне можно, потому что то, что я сказал, подразумеваю Сорос, и Сорос подразумеваю Шиф, это вполне может быть связано. На самом деле, это действительно уникальное и никем не ожидаемое заявление после нескольких недель упорства, которые высказывал Байден, и говорил, что он никуда не уходит, еще вчера вечером он об этом сказал, я никуда не ухожу. То есть, на самом деле, медицинские показания, это достаточно серьезный повод. Об этом говорил, кстати говоря, еще два года тому назад Дональд Трамп. Он сказал, что я собираюсь баллотироваться в президенты, меня могут остановить только мои врачи, если они скажут, что я не способен выполнять свою должность, я сниму свою кандидатуру. На самом деле, логичное заявление, потому что любой человек, как говорил Фолланд, все мы смертны, и в этой ситуации, видимо, в демократической партии уже нашлась Аннушка, которая прорвела масло под ноги президенту Байдену, хотя он падает и так, и без масла Аннушки. Я не могу назвать имя этой Аннушки. Ты сказал Сорос, а я сразу ассоциация, знаешь, Сорос Клинтон, потому что Александр Сорос на прошлой неделе сделал предложение Хуби Абидин, который является, можно сказать, доверенным лицом, очень доверенным и очень близко доверенным, Хиллари Клинтон. И вот это слияние глобалистов, а мы говорим о том, что и Хиллари Клинтон, и ее супруг, это такие же глобалисты, которые получали и получают из рук Сороса очень большие дивиденды. И на сей раз вот этот мезальянс, я по-другому не могу назвать, потому что Хума Абидин на 10 лет старше, Хума Абидин имеет свой анамнез. Что касается сына Сороса, там тоже не все ясно с его сексуальной ориентацией, и вместе с тем вот такой брак нам предлагают. Предлагают брак политический. Однажды подложили уже Хуму Абидин под проходимца Энтони Виннера. Это сделала Хиллари Клинтон. И сейчас то же самое делает Хиллари Клинтон. Ее глобальные инициативы вместе с деньгами Сороса и его инициативами, это страшная разрушительная сила для всего мира, не только для Америки. И когда мы говорим о том, что Сорос спонсирует все эти антиизраильские марши, зачем дальше ходить? Хума Абидин – человек, имеющий непосредственное отношение к братьям-мусульманам. Непосредственное. И вся ее биография, достаточно открыть и почитать просто биографию этого человека, чтобы вы поняли, что мы дело имеем с исламистами. И вот евреи, левые, объединяются с этими исламистами в этом браке, который скоро состоится. И тут уже что-то есть. То есть ты не веришь в большое светлое чувство, которое неожиданно наглядно на Соросе и в беде? Да, я, конечно, как говорится, я очень верю. Я очень верю в любовь первого взгляда между маленьким таким хлюпеньким, можно сказать худеньким мальчиком мальчиком и такой же львицей, которая сожрет кого угодно. Но ее специально имеет в качестве того человека, который будет съедать все на своем пути ради достижения цели. Маленький хлюпенький мальчик с огромным кошельком. Да, и с огромным кошельком. Это было плохое. Поэтому я, конечно, верю в большое и чистую любовь. И там, как ум и обедин. Да, я верю в большую чистую любовь. Счастье, как говорится, молодым, но это все на наши головы. Давайте дальше. У нас столько новостей, что не знаешь, куда бежать. Дальше, дальше. Ну, во-первых, можно связать со всем вот этими последними новостями в отношении Шифа и Байдена еще один довольно интересный эпизод с тем, что Камала Харрис вдруг вновь проявилась на публике и сегодня выступает с предвыборной речью в штате Мичиган. У меня вот такой просто вопрос для наших читателей и почитателей и для тебя, Леночка, и для тебя, Микс. Как вы думаете, что будет больше займет времени у Камалы Харрис? Ее смех или все-таки ее изложение, так сказать, политической программы, если можно так вообще это обозвать таким образом? Я, честно говоря, не берусь говорить о Камале Харрис, потому что, знаете, есть вот такое, когда мне спросили, что такое Камала Харрис, я попыталась ответить и мне в ответ прозвучало тю, тю. Вот это тю, оно настолько характерное, ну, как можно говорить о пустом месте? Ну, это пустое место. Амбициозное пустое место, которое пытаются из нее слепить политического деятеля. Они это пытались слепить и до этого, когда она подавала, но она первая выбыла из гонки в девятнадцатом году, первая из всех демократов, ей пришлось уйти из этой гонки. Но сейчас они пытаются реанимировать кого? Труп политический. Что она сделала? У нее заслуг никаких нет. Ей дали границей заниматься, так она и тут профукала все, что можно. Поэтому не о чем говорить. Они будут сейчас ее защищать. Это говорит о том, что у них нет на руках никаких козырей. У них некого поставить. Потому что все их кандидаты, которые не будут Байденом, они все проиграют. Вот мы сейчас говорим о плохом и очень плохом. Но они амбициозны, у них силовые структуры. И я не сбрасываю со счетов тех действий, которые могут произойти в дальнейшем. Но Камала Харрис это последний гвоздь, гроб Соединенных Штатов Америки. Поэтому этот гвоздь не должен быть забитым. Нет, но мы же понимаем при всем при этом, что выборы ей честно не выиграть никогда в жизни. То есть это просто так же, как и Байдену их было честно не выиграть, так же и Камале Харрису честно не выиграть. И если будут предприняты какие-то специальные методы для выигрывания выборов, которые мы имели несчастье наблюдать уже в нашей стране, то в любом случае понятно, что это будет не Камала Харрис, так же, как это был не Джо Байден все последние годы. Это будет тот конгломерат деятелей Клинтонов, Обамы, Сороса и прочих, которые будут дальше рулить всеми процессами. Поэтому в любом случае тут Лена совершенно верно сказала, что это пустое место, то есть она может просто занимать некую там, ну, как картонная фигурка, ее можно поставить в дверях, там, да, рекламную такую в магазинах ставить, да. Но это понятно, что это не человек, ты с ним не здоровьешься, ты идешь прямо туда, внутрь к продавцам, потому что они там продавцы, они могут тебе помочь, а не эта картонная фигурка. И здесь то же самое, здесь понятно, что решений никаких она не будет принимать, поэтому даже если ее каким-то чудом внесут в Белый дом, например, то это, ну, совершенно ясно, что это будет все равно другая сила, управляющая страной, будет совершенно другая. Да, здесь можно говорить о чем угодно, но далеко не факт, что все-таки Камала Харрис будет номинантом президента, кандидатом президента от Демократической партии. Кстати говоря, после этого заявления Байдена прозвучала еще одна новость, что если действительно он снимет свою кандидатуру, то это произойдет не раньше 1 августа. Собственно говоря, можно предположить, что таким образом демократы связывают это с отбором кандидатов, потому что если Байден снимает свою кандидатуру, скажем, сегодня, то они сразу должны предложить, по крайней мере, публике какого-то нового кандидата, которого, как и ты, Леночка, и ты, Микс, совершенно правильно отметили, у них нету на сегодняшний день, но, видимо, до 1 августа они собираются его найти. И, кроме всего прочего, в середине августа открывается Конгресс Демократической партии, на который они должны сделать свой окончательный выбор, кто будет представлять Демократическую партию в выборах президента. И, кстати говоря, программа наша сегодняшняя называется «Республиканцы всех штатов соединяйтесь». Это связано с тем, что происходит сейчас на съезде Республиканской партии, а вот как раз наоборот. Все наоборот то, что происходит среди демократов. Там это можно назвать, что демократы всех штатов разъединяются. Это совершенно очевидно, потому что заявление Шифа только подтверждает это, а его рейтинг также падает в его сенаторской гонке. и в общем здесь можно сказать, что это тоже определенное опасение. Его таким образом поддерживая Байдена оказаться не у дел в штате Калифорния. Знаете, при этом в штате Калифорния бегут абсолютно люди. Вот мне вчера рассказали, что в том же Сан-Проциско, я не утверждаю, я просто услышала от людей, которые там живут, дома, которые там полтора миллиона стоят, 400 тысяч не могут продать, так хотят убежать оттуда. И удар под дых, как говорится, нанес Илон Маск со своим суперпаком, с такими же, как он, по 45 миллионов в три месяца собирается платить республиканцам в их победном марше. А вчера поступила информация о том, что Илон Маск переводит все свои и Спайс Экс и свой Экс, я бывший титр, переводит в Техас. Он уезжает из Калифорнии, но не из-за налогов даже, он уезжает из-за политики, гендерной политики Ньюсома, который уничтожает детей в своем безумии ДИА, в своем безумии трансгендеров, запрещая родителям вообще хоть как-то иметь отношение к своим детям и оставляя это право за смотрящими, я их называю смотрящими, учителями, школой, то есть это когда-то уже было, я напомню, когда, где это было, это было в Советском Союзе, в ранних стадиях, это было в Германии Гитлеровской, так кто у нас фашист? Кто у нас битцы? Кстати говоря, мало сейчас кто помнит, что в Советском Союзе в 20-е годы на полном серьезе была такая идея, что нужно детей воспитывать коллективно, откуда появились собственно детские сады тогда, что родители должны не должно быть родителей, люди должны жить все вместе, коммуны во всех смыслах, и у них там будут рождаться дети, не пойми от кого, этих детей должно воспитывать государство, и такие идеи я слышу в Калифорнии от некоторых таких радикальных ребят левых, они говорят то же самое, что это вообще родитель один, родитель два, это все не актуально, надо, чтобы вообще не было никаких родителей, партия наша рулевая, вот как надо. Микс, но он же закон издал, он не просто издал закон, это же не просто на уровне одна баба сказала, это губернатор в Калифорнии издает такой мерзлейший закон, который вступает в противоречие со всем, и теперь нормальные меняемые родители, которые не думали никуда переезжать, уезжают, спасая своих детей, вот о чем нужно просто пояснить, да, что это за закон, это закон, который теперь делает так, что школы не обязаны спрашивать у родителей, если дети собираются сделать операцию по смене пола или объявляют о смене своей гендерной идентичности и так далее, то есть этот закон даже запрещает, если в нескольких округах Калифорнии еще были такие правила, которые просто местные правила, которые заставляли эти школы сообщать родителям о таких вещах, то теперь Гевин Ньюсом подписал закон, который запрещает даже требовать такое, то есть теперь все, ты отправляешь ребенка в школу и ты не знаешь, что вернется домой после этого. Я хочу пояснить, Микс, не совсем точно ты это объяснил, в принципе, да, в общих чертах, да, на самом деле закон заключается в том, что губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом издал закон, в соответствии с которым представителям школы, учителям, директорам, заучим и так далее, запрещено запрещено, то есть законам запрещено сообщать родителям о желаниях ребенка изменить свой пол или об их изменении своей сексуальной ориентации, вообще, такое понятие, дети в школе меняют свою сексуальную ориентацию, запрещено сообщать без согласия на то ребенка, то есть ребенок приходит к нему учителя и спрашивает, ты хочешь поменять пол, да, я хочу из мальчика стать девочкой, можно маме с папой сказать, нет, нельзя, все, если учитель сообщает об этом родителей, а ребенок это отрицает, то у учителя могут быть серьезные проблемы в соответствии с законом Калифорнии, и именно это последовала основная причина, и может быть даже единственная, почему Илон Маск решил перевести все свои предприятия в Техас. Вы понимаете, тут не только предприятия, ведь там же в этом паке принимают участие и очень серьезное, очень серьезное миллионеры, и они, скажем так, Тио, у которого работал нынешний уже, ну, скажем так, назначенный Трампом, его вторым вице-президентом Гиджи Вэнс, он работал очень серьезно, это контакты уже личностного плана, это личностные контакты, и теперь вот огромные деньги вот этих миллионеров, миллиардеров, они поступают теперь на счета республиканской партии, но мы должны напомнить, что 90 миллиардов, которые пока что ожидают своего распечатывания в случае, если Байден снимет свою кандидатуру из президентской гонки, могут вернуться обратно демократической партии, так что тут нужно, я даже не знаю, кулаки держать за Байдена, чтобы он оставался в гонке, или все-таки радостно поменять его, только неизвестно на кого. Мы можем держать кулаки, можем не держать кулаки, от нас это не зависит. Ну, но ты же понимаешь. От самого Байдена это тоже не зависит. Так, давайте поговорим о том, что происходит на съезде республиканской партии. Я внимательно вчера слушала ту же Хели с ее примирительным месседжем. Месседж правильный, месседж хороший. Я не знаю, насколько искренний, я не знаю, насколько популистский, насколько она хочет попасть в команду президента, если будет президентом, а я надеюсь, Трампа, но месседж был абсолютно в струне того примирения и объединения, потому что речь идет сейчас в этой предвыборной кампании Трампа об объединении нации. Но для того, чтобы объединять сначала нацию, надо, чтобы единой была та же республиканская партия. Я хочу заметить, что несколько сенаторов от республиканской партии, которые не присутствуют тоже. Вопрос возникает, какое они уже имеют отношение к партии. Если мы говорим о единстве партии, то иногда нужно свое эго сжать в кулак и присутствовать там, где твои однопартийцы, потому что только сильным кулаком можно изменить ситуацию. Единство можно отменить ситуацию. И посмотреть на примеры демократической партии, которая в своем единстве может действительно все. Они могут принять любые законы, они могут отменить большинством любые законы. В частности, мы говорим сейчас о непринятии непринятии того закона предоставлении доказательств гражданства. Ведь все же это произошло благодаря им. Благодаря им все это заморозилось и закон не превратился, вернее, биль не превратился в закон в настоящее время. Потом обещание вета, но даже до вета не дошло. Благодаря тому, что происходит единство такое партийное в партии ослов. Но они ослы, с ними чем можно говорить. Так что, если мы говорим о неких Эйли, хорошо, что она была, хорошо, что она сказала, надо всегда давать поправку на ее искренность, потому что я наблюдаю за ней давно, с 17-го года, я вижу, как она меняет свои взгляды и свое все, как перчатки, в зависимости от той или иной сложившейся ситуации. Так что, посмотрим. Но мне понравилось ее выступление и выступление губернатора Флориды Десантиса. И вообще атмосфера была такая, я никак не могу все привыкнуть к этим кричалкам, к этим вот этим вскакиваниям. Мне все время хочется после этого сказать, а теперь дискотека. И вот это соседание дискотеки со съездом, когда тут музыка играет, тут выходит, огромное количество техасских вот этих шляп широкополых. Такое впечатление, что я в Техасе нахожусь, а не в Висконсине. Ну, не знаю. Не знаю. Но жиренько все было, очень мудренько и жиренько. Ковбои должны взять власть в стране обратно, и тогда страна встанет на правильное русло. Так что, это очень хорошо, что много ковбойских шляп. все в порядке. Ты почему без шляпы тогда сегодня? На самом деле, как, собственно говоря, показывает сам Конгресс Республиканской партии и комментарии прессы, даже левой, что в Республиканской партии давно не было такого единения. Кто-то даже сказал, что со времен второй номинации Рональда Рейгана. Со времен 1984 года. Таким образом, достаточно большой 40-летний срок. И, в принципе, я согласен с этим заявлением, потому что в отличие от того, что было в 2016 и 2020 году, в общем, действительно видно, что партия объединяется. А то, что есть несколько человек, которые остались и остаются Нево-Трамперами, то, во-первых, хочу напомнить, что кандидат вице-президента Джеймс Дэвид Вэнс тоже в свое время был Нево-Трампером. И более того, называл его, кстати говоря, так же, как называли его до покушения многие демократы американским Гитлером. Это, собственно говоря, его собственные слова. И он очень скоро поменял свое мнение после того, как Дональд Трамп стал президентом и стал проводить свою политику. Он понял, что это совсем неправильно было говорить такие вещи. Более того, во время выборов в Сенат, в который он был избран в 21-м году, в 22-м году, там, с 23-го года сенатора, Дональд Трамп поддержал его в штате Так что примирение произошло задолго до сегодняшней номинации. И, в принципе, я считаю, что Вэнс достойный кандидат на пост вице-президента. С другой стороны, есть, конечно, сложности в этом вопросе, потому что очевидно, что Дональд Трамп принял решение о этом выборе из-за того, что Вэнс вырос в бедной семье, в семье матери-одиночки, и из низов поднялся до, в общем-то, до поста, который может проложить ему путь президента через 4 года. Напомню, что Дональд Трамп уже один раз был президентом, и по соответствии с американской конституцией, поправкой, так называемой поправкой Рузвельта, больше двух сроков президент не может находиться на своем посту, включая даже необязательно вместе, сразу по отдельности. Так что возможно, что через 4 года Вэнс в случае победы Трампа будет баллотироваться на пост президента. Но с другой стороны, в отличие, допустим, от Тима Скотта, который тоже, кстати, блестяще выступил на этом Конгрессе, и тоже поддержал Трампа, ну, собственно говоря, он поддержал Трампа раньше, чем это сделал Десантис и Ники Хелли, Ники Хелли вообще была последней, он мог бы привлечь большее количество афроамериканских голосов, но, видимо, в этой ситуации ставка идет прежде всего на штаты колеблющиеся, и таким образом Уэнс может иметь действительно решающее значение при голосовании прежде всего в Мичигане, Висконсине, Пенсильвании и в Мизури. И, в общем, это тоже достаточно веский аргумент для того, чтобы стать кандидатом. Кроме всего, возраст тоже говорит о многом. Это посыл для молодых избирателей. Вэнсу в августе исполняется 40 лет, сейчас ему 39. Да, но я думаю, что еще сыграла роль, потому что я тоже был за Тима Скотта больше, чем за кого бы то ни было. Тем менее, конечно, мы не можем еще сбрасывать со счетов, что вице-президент это личность, в общем, это тот, кто становится президентом в случае, если президенту объявляется импичмент. И Вэнс, достаточно радикальный Вэнс, не будет, скорее всего, казаться демократом чем-то таким уж хорошим для того, чтобы сильно стараться убрать Трампа через импичмент. Потому что, если они уберут Трампа и президентом станет Вэнс, мало им всем не покажется. Он такой парень-то резкий очень. Он, собственно, и на Трампа наезжал, потому что он резкий. Молодой, резкий и радикальный. И здесь может просто случиться так же, вспомните, как мы говорили, импичмент Байдену это хорошо, но тогда ведь Камала Харрис будет, а это же ужас, 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 поэтому, может, лучше уж Байден. Вот здесь может сложиться такая же ситуация. Давайте мы лучше не будем вообще убирать этого, как его, Трампа на всякий случай, потому что, если будет Вэнс, то еще будет совсем ужас тогда. Это тоже может быть определенной той же частью соображений, которые, которые, в общем, как-то в голове у Трампа. Для того, чтобы это соображение стало реальным, нужно сначала победить на выборах, а потом их рассматривать. Кстати, по поводу выборов. Последнее, что я хочу сказать в связи с Вэнсом. На левых каналах его уже называют больше, чем Трамп. То есть, он не просто Трамп, он больше, чем Трамп в своем радикализме. Так его характеризуют сегодня, например, в программе Вью на канале ABC. Кстати, кстати, Илон Маск угрожал купить MSNBC. И тогда канал Вью, твой любимый, прекратит существование. Что ты будешь тогда смотреть? Мне тебя жалко. Они на канале ABC. ABC. Короче, он Вью, о Вью говорил. О Вью, да. Да, да, да. Так что, если ты останешься без Вью, тогда я даже не знаю, чем тебе жвачку твою подсластить. Ну, хорошо, смотрите, еще новость приятная. Апелляционный суд Джорджии во вторник издал постановление удовлетворяющее просьбу бывшего президента Дональда Трампа и его 18-ти сообвиняемых заслушать устные аргументы в их попытках дисквалифицировать окружного прокурора округа Фултон Фанни вывелось после всеобщих выборов. То есть, после всеобщих выборов. И слушание назначено на 5 декабря. Вот отсюда, мне кажется, вот это после всеобщих выводов и на 5 декабря есть ключевые моменты. Если, не дай Бог, что-то случится, то тогда, мне кажется, Фанни Виллис победит. А если ничего не случится, а наоборот мы выиграем, то тогда накроется медным тазом все ее преследование она сама и этот суд Джорджия. Я очень надеюсь, что второй вариант будет все-таки главным вариантом в нашем обсуждении уже в декабре. Возможно. Что ты говоришь? Возможно. Ну, хорошо. И мы слово не сказали о Менендесе. мне кажется, уже нужно о нем сказать. Да. Безусловно, да. Но здесь я бы хотел добавить еще, если мы говорили о судебных разбирательствах, то решение Эллин Кеннон, которая закрыла дело на основании того, что это нарушение Конституции, назначение Джека Смита Министерством Юстиции. Министерство Юстиции после этого сделало заявление о том, что они будут обжаловать это решение судей, что, в принципе, законно. Но, на самом деле, насколько я знаю, судья должен согласиться с этими аргументами, которые выдвинут Министерство Юстиции. И пока, после этого заявления, хотя прошло уже почти что неделя с тех пор, никакого сообщения от Министерства Юстиции на эту тему не последовало. То есть, если я не ошибаюсь, у них есть 10 дней для обжалования приговора, и пока никаких заявлений я не услышал. Ну, что вам сказать? Интересные события развиваются. А, все-таки, что касается Менендеса, это очень характерно. Потому что 13 присяжных единогласно вчера, 13, они вынесут приговор. И дальше будет, естественно, обжалованный, дальше он не принимает реальность. Но это, в общем-то, статья о коррупции в особо крупных размерах, в подарках, которые он получал от очень противоречивых стран. Поэтому здесь речь идет о продаже межополитического влияния. Собственно, эта же статья прекрасно подошла бы под статью и подходит статья импичмента вот этого нашего семильного. Только если он идет, если он снимет, вот тогда, может быть, все-таки, когда он не будет уже президентом, может быть, наступит момент, чтобы серьезно заняться его делишками, но не на посту президента, а на посту вице-президента. Интересно, а вот эта статья, против которой он так возражает об иммунитете, она подходит к вице-президенту или только к президенту? Нет, она подходит только к президенту. Вот поэтому он совершенно оголяет себя сейчас. Он оголяет себя, потому что эта статья будет обязательно раскручена и в контексте его сына, и в контексте его вице-президентства, и пусть ответит за те миллионы, которые они заработали семейным подрядом по каждому пункту, потому что Менендес в контексте с Байденом кажется просто детским лепетом. Да, это именно так, но здесь, кстати говоря, возвращаюсь к решению судьи Эллен Кеннон, Эллен Кеннон, да, я хотел добавить, что сегодня Элизабет Воррен, которая является юристом по образованию и профессором юриспруденции, ей задали вопрос, она назвала решение ужасным, противоречащим закону, и сказала, что это напомнило, что Эллен Кеннон является ставленницей президента Трампа, то есть таким и возможным, возможным в случае победы Трампа кандидатом верховной судей, то есть она уже сделала все заявления на этот счет. Я прошу прощения, сказала 13 присяжных, нет, 13 часов они совещались с присяжными, просто количество информации, которую в голове держишь, уже знаете, с подробностями, часами, количеством людей и всем остальным, ну, немножко тяжело, но Минендес не признал себя виновным по пунктам 16 федеральных обвинений, включая взяточничество, мошенничество, действия в качестве иностранного агента и препятствования работе. Он сказал, что он будет обжаловать, посмотрим. Ну, кстати говоря, ты собиралась сказать о MSNBC, ревизионной программе, которая повела себя очень странным образом, так что давай вернемся к этой теме, она, на мой взгляд, достаточно интересна и будет важна для того, чтобы мы ее обсудили. Давай, 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 давай. Ты понимаешь, нет, я сейчас смотрю просто на часы, эта тема тянет, вообще, тема журналистики и то, что у нас происходит, вот этот взрыв сознания, он как бы не вкладывается вот в эти 10 минут. Я предлагаю поговорить об этом, мы периодически говорили, мы сейчас говорим о крахе вообще всей системы наших СМИ. Вот сейчас, когда спонсорство, допустим, будет переходить из одних руки в другие руки, и когда хозяевами будут становиться совершенно другие люди, насколько это сможет вернуть вменяемость? когда СНН увольняет 100 своих сотрудников, они переходят теперь в виртуальное вещание, и вот эти сотрудники становятся невостребованными, вот эти армии невостребованных экс-журналистов, с позволения сказать, журналистов, будут пополнять что? Будут заполнять что? Какое пространство они будут заполнять? И насколько изменятся взгляды, если им не будут платить за ложь? Вот когда они будут на свободных харчах, им придется искать каких-то спонсоров. И что будет дальше? С сознанием всей нации. Потому что выдержать вот это все безумие не каждый сможет. Вот я об этом хочу сказать. А об МСФБС это частное. А общая тенденция вот в меня видится вот такой. Потому что Вашингтон-Пост там у него свои забастовки, все НН свои забастовки и все бастуют. И все бастуют. А я просто хочу напомнить Вашингтон-Пост кто хозяин? Безоз. Не был бы Безоз, то посмотрим, что бы было. Социальные сети под названием Фейсбук. Кто хозяин? Цукерберг. Это все спонсоры демократической партии. Они пока не отказались от спонсорства. Вот когда они откажутся от спонсорства, потому что прежде всего свой карман как говорится ближе к телу, они начнут понимать, что они теряют прибыль, вот тогда произойдет большой переворот сознания и населения. И население откроет глаза, потому что население поднимут ему веки. Я бы что-то говорила, вспомнила, поднимите мне веки. Вот это поднимите мне веки, может быть тогда вернется знание миллионам. Пока что мы спорим с ветряными мельницами, пытаясь доказать людям с мозгами промытыми пропагандой, что дважды два будет четыре. Дело в том, что еще при том, на каком уровне сейчас развивается искусственный интеллект, он прекрасным образом, обычную такую пропагандонскую статейку, может написать искусственный интеллект, задай ему там 10 слов в параметры, он тебе выдаст. А им же что? Это же пропаганда, им же какая разница? Поэтому они просто будут задействовать машину, которая будет шлепать вот эти вот текстики незатейливые. И все, и господам так называемым журналистам делать ничего не останется, как идти на улицу, потому что, ну а зачем они нужны? Раньше это делал человек, сейчас человек для этого не нужен, человек нужен для того, чтобы осмысливать, анализировать, да, как-то взвешивать информацию, искать информацию, опять же, расследовательская, журналистская, вот что останется, по крайней мере, в ближайшее время востребованным. Но эти-то борозаписцы, они же этим всем не занимаются, они же просто шлепают бездарные статейки по поводу, ну с искажением фактов, там рассказывают, как Трамп там, ну вот очередное пришло, что Трамп обещает снять санкции с России, когда станет президентом, вот буквально сейчас у меня в телефоне, пока мы разговариваем, выскочило СНН по-русски, есть и такое у нас. Правильно, при этом они забывают напомнить, что Трамп эти санкции ввел. Да. А снял их? Снял их. Снял их. При этом называя его фашистом, они забывают дополнить, что ни одного издания Трамп не закрыл. Да. Ни одного человека, по политическим своим взглядам, он не посадил. Да. Я не представляю вот этих 1200 человек, ожидающих приговоры 350 осужденных при Трампе. я не понимаю вот этих людей, которые продолжают называть его убийцей, кого он убил. Покажите, пожалуйста, кого он убил. Называют человека фашистом, дайте, пожалуйста, определение фашизма. Но это не входит в задачу пропаганды. Повторяю, в сотый раз. Пропаганда придумывает факты и обсуждает придуманные ими же факты. Этим они отличаются от журналистики, которые комментируют факт в наличии факта. И проверяют его. И проверяют его. Но у нас проверяют фактчекеры. Игорь, у нас же фактчекеры проверяют. Которые назначенные фактчекеры, вот в частности USA Today очень популярные, они сами пишут, сами других проверяют на основе своего понимания реальности. А ты говоришь MSNBC и обсуждать. Да нечего обсуждать. Не смотреть. Не хотите карму себе испортить, как говорится, и сознание потерять. Не смотрите, не ходите на помойки. Да, я согласен. Все. Кстати, пришли к консенсусу. Да, абсолютному консенсусу, но тем не менее риторика против Трампа значительно сократилась. По крайней мере сократился тон. хотя сегодня в той же самой программе Вью, которую Еленочка назвала меня, это не совсем так, но тем не менее они сказали, что конечно надо умерить свой пыл, но это не означает, что пыл нужно умерить. Изречение довольно странное. кто сказал эту фразу, кто произнес? У кого там сознание пунктиром и вместе с тем они думают, что они правы? Я думаю, что это, не помню точно, или Вупи Голдберг, или Джой Бехер. Это одно и то же. Это одно и то же. Но там была еще довольно одна серьезная, курьезная такая ситуация, которая мне напомнила первую конференцию данную французскому журналисту, это был, по-моему, 1984-й или 1985-й год, когда Горбачев поехал во Францию. Ему задали такой вопрос, он сказал, журналист французский, в прямом эфире это транслировалось, первый раз советского лидера, генсека, тогда Горбачев был генсеком, ему задали такой вопрос, как вы относитесь к отношениям Советского Союза и Франции? Горбачев сразу вас в духом и сказал, я к этому вопросу готовился. Смотрел сочинение Владимира Ильича Ленина и выписал цитату. Он полез в один карман пиджака, вытащил очки, надел, полез во второй карман пиджака, вытащил бумажку, развернул ее и сказал, вот точная цитата, отношения с Францией считаю чрезвычайно важными. Вот так же приблизительно было сегодня, когда Вупи Голберг попросила Сани Хостин, которая имеет юридическое образование и даже работала прокурором в Нью-Йорке, она совершенно неожиданно для Сани Хостин сказала, а вот сейчас Сани сделает важное юридическое заявление. было видно, что она совершенно к этому не готова, но она как-то собралась, вот так же, как Горбачев не лезла в один карман и не лезла в другой и заявила, что Дональд Трамп, которому были предъявлены обвинения, отрицает все и не признает себя виновным. Ну что можно дальше продолжать, о чем мы говорим, потому что вы знаете, сейчас самое интересное время мы живем, потому что информационный шум обычно меняется где-то один раз в два дня, теперь информационный шум меняется один раз в два часа, и вот это наблюдение за информационным шумом без понимания того, что на самом деле происходит, без понимания истоков правды или клеветы, кто подает, откуда это исходит, а дальше вы ищите источники, а как правило он дает по определенным источникам, непроверенным источникам, источники никогда не называются, а дальше идет вброс информации, когда нет источников, но вас пытаются убедить, что они существуют, всегда берите под большой вопрос, а был ли мальчик? И все замолчали. Задумались. Мы смотрим, а был ли мальчик в действительности? Есть ли вишенки, друзья, у вас сегодня? Ну, вот вишенки все касались именно событий, которые произошли на программе ВИУ, мы просто их обсудили уже в ходе передачи, поэтому эти вишенки, по сути дела, на сегодняшний день закончились, все вишенки съедены. Я предлагаю закрыть наше заседание и пойти наблюдать за наблюдателями. Это очень интересный процесс. Да, и поэтому я хочу попрощаться с вами, еще раз поблагодарить вас за ваши комментарии, лайки, поддержку нашего канала и за подписку. Не забывайте нажимать колокольчик. Сегодня в нашей еженедельной программе на троих с вами были Лена Пригова, Микс Хок и я Игорь Туфельд. До встречи через неделю. Всех благ. До свидания. Редактор субтитров Корректор А.Егорова